Слава Иисусу Христу! Я сегодня хотел вам немного сказать насчет Евангелия, которое сегодня мы читаем, которое нам Церковь сегодня предлагает. Это Евангелие 2 и 24 раздел, где говорится о двух учениках, которые с Иерусалима отправились за Эмаус. Это очень такой фрагмент, богатый в значении, очень интересный, очень красивый, очень духовный. Тут можно было очень много говорить. Я постараюсь, как можно быстро некоторые вещи сказать, мои такие мысли по этому поводу. Если вы хотите молиться с этим Евангелием, не только прослушать то, что я говорю, но самым войти в то, что в этом Писании записано, в то, что Бог нам через это говорит, вам конкретно, каждому может сказать. Попробуйте то, что я в предыдущий раз говорил, на нашем сайте Католик.кг и на WhatsApp есть эти пособия, как молиться с Библией. Попробуйте их прочитать, и как можете молиться с этой Библией, чтобы не было только то, что мы что-то вам говорим, а ци, сестри или я, только чтобы вы сами пытались добраться до того, что Бог вам говорит. Так случилось, что сколько-то лет назад я был как раз на Пасху в Иерусалиме, и там делается это паломничество в Эмаус, именно воскресенье с самого утра, когда еще ночь, темно, люди собираются, христиане верующие, и идут в Эмаус. Это довольно далеко, это путь на весь день. Поэтому у этих учеников было много времени разговаривать по дороге, много часов они должны идти. И тоже посмотрим, что не говорится имена этих учеников. Почему? Чтобы каждый из нас мог там себя вставить в эту историю. Подти самому, с Иерусалима в Эмаус. Поэтому там нет их имени, это для нас каждому место. Когда это происходит, это действие, эти ученики, когда они уходят от Эмаус Иерусалима, это происходит после смерти и воскресения Христа. Это значит, что это происходит в наше время, потому что мы живем после смерти и воскресения Христа. Это происходит теперь. И каждый из нас переживает очень похожие вещи, потому что мы живем после смерти и воскресения Христа. И тут, что они делают, ученики? Они убегают из Иерусалима. Почему они убегают из Иерусалима? Потому что они там пережили что-то ужасное. Их учитель, Иисус, которому они верили, на которого надеялись, в который вложили всю свою надежду, свою жизнь и за ним следовали, был предан и убит и умер на кресте. Это ужасная смерть, которую они знали. Мы теперь не видим людей, которые умирают на кресте. Но они это знали. Часто видели людей, которые умирают на кресте. Преступники, разбойники. Римлян тоже наказывали так. Тех, которые сопротивлялись их власти. И вот эти люди, эти два ученика, они потеряли всю свою надежду. Все их планы развалились. Вся их вера развалились. Они в каком-то ужасе. То, что они планировали, о чем они мечтали, что они надеялись на Иерусалима, все это разлетелось. Вся их жизнь разлетелась. Теперь им только осталось убежать от этого места, где они все это пережили, и жить какой-то своей обыкновенной жизнью. А, конечно, они по дороге очень переживают все это, что случилось. Разговаривают с собою. И тут самое тяжелое это то, что они не понимают, почему это случилось. Почему у Иисуса, который был таки великий пророк, Бог допустил, чтобы люди продали и убили. Как Бог мог Иисуса оставить? Как мог Бог не поинтересоваться о Ним, не позаботиться о Ним? Почему это случилось? Вот это самый главный вопрос, который их мучает. Почему все развалилось? Почему нет надежды? И мы посмотрим, что мы тоже часто находимся в таком положении, когда нам все разваливается, смысл нашей жизни, когда приходят страдания. И тоже задаемся вопросом, почему Бог нас оставил? Почему мы одни? Почему все теряет смысл? Вот это и есть смерть для человека. Смерть для человека не только физическая, когда кто-то умирает от болезни, но тоже духовная, когда мы испытываем такое одиночество, оставленность. Вот это тоже, говорится, Библия это понимает, как то, что человек входит в смерть, когда он один, когда не видит смысла своей жизни. И вот эти ученики вот в таком состоянии идут в Иерусалим. И тут к ним присоединяется Иисус. И очень интересно то, что они его не узнают, хотя они с ним ходили там год или три года. Это были его ученики, видели его каждый день. И очень характерно, что все, которые встретили Иисуса после воскресения, не узнают его. Мария Магдалина его не узнает. Петр, Иоанн и другие ученики над Галилейским морем не узнают, когда он приходит к ним, когда у него я требую. То, что они не могут поверить, узнать его, когда он явится им в Нагорный, там, где была тайна вечеря, в этой комнате. Почему? Потому что присутствие Иисуса после воскресения, оно другое, чем его раньше. По-другому теперь надо его узнавать. Его присутствие и добытие с нами, оно другое, чем раньше. Поэтому этому надо научиться. И надо Иисуса узнавать, что он теперь другой, чем мы, чем апостолы раньше привыкли. Он другой. Он с нами, но по-другому. И ученики очень печальны. Иисус спрашивает их, почему? Вот видите, Иисус приближается и начинает разговор. Дает человеку значимо высказать свою горе, свою боль. И вот они рассказывают. Что они рассказывают? Они рассказывают Иисусу все Евангелие. Иисус, тут это очень сокращенно, что Иисус был большим пророком, чудотворцем, учителем, раби, что он творил чудеса, что весь народ не восхищался, что он пришел в Иерусалим. Тут его продали. Наши начальники, те, которые знали священное писание, священники, они довели до того, что его убили и повесили на кресте. Он умер. И потом еще, оказывается, он, ну вот, тело его исчезло. Короче, эти два ученика Иисусу рассказывают всю его жизнь. Очень так коротко здесь содержательно. Всю Евангелие рассказывает. Но они во все это не верят, не видят смысла этого. Они даже знают о том, что тело Иисуса исчезло. Но они в это не верят, этого не понимают. Все это их пугает. И тут что говорит Иисус? Говорит, говорит, Иисус говорит, Какие же вы бестолковые, как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Эти слова Он говорит нам, Иисус. Какие вы бестолковые, Как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Нам очень тяжело понять то, что случилось с Иисусом. И это не касается только учеников, апостолов, и это касается всех нас. Это человек, когда стоит перед этим фактом, что такой великолепный пророк, чудотворец, должен умереть, сложно это очень понять. Мы этого не воспринимаем. И мы не должны тоже стесняться этого, что мы этого не понимаем. Как эти ученики? Они тоже этого не понимают. Иисус тоже принимает это нормально. Он хочет им объяснить. И Он начинает разъяснять им в Писаниях все, что касалось Него, начиная с Моисея. Значит, из самого начала Библии. Через всю Библию, Ветхий Завет, она объясняет, что было сказано про Него. Нам иногда, мы хорошо понимаем, что Иисус был великим учителем, моровином, что Он говорил такие прекрасные заповеди, любите друг друга, любите своих врагов, что Он творил чудеса. Это нам понятно. Что касается Его смерти, это уже тяжелее, зачем это все было. Но тут еще мы как-то это воспринимаем, особенно кто постарше, кто страдал в жизни, понимает, что это страдание. Но тут как-то мы умеем соединиться с этим. А тут воскресенье, очень часто мы совсем как-то не очень понимаем, что за дело с этим воскресеньем. И как искать ответа на это? Вот ответ на этот вопрос, какой смесь смерти и воскресенья Христа лежит в Библии. Надо читать Библию с самого начала. Надо тратить на это время, чтобы понять, что такое христианство, что это значит, что мы говорим «Христос воскрес!». Что это значит? Почему это такая радость? Вот это надо читать в Библию, чтобы это понять. И вот они идут вместе, Иисус им все это объясняет. И потом они доходят до этого Эмолс, до этой деревни, и Он делает вид, что хочет уйти, а Он его останавливает. Да почему они его останавливают? Чтобы Он был с ними. Они почувствовали вдруг что-то особое, они еще не понимают, что. Как потом они сказали, их сердце начало гореть. Жизнь вернулась к ним. Жизнь вернулась к ним. Они начали что-то понимать. Жизнь, радость вернулась к ним. Иисус остается с ними, они еще все время Его не узнают. И когда Он садится за столом, проломлевает хлеб, тогда они Его узнают. Они Его узнают в проломлевании хлеба. И теперь, если мы посмотрим на всю эту историю, что это нам напоминает? Есть как бы две части. Первая – это чтение Библии и объяснение Библии. Вторая – проломление хлеба. Что это такое? Это есть святая месса. Вот этот рассказ – это рассказ про святую мессу. Мы приходим на святую мессу, мы слушаем Библию, нам это объясняют. А потом и вторая часть – проломление хлеба. Вот этот весь рассказ, он объясняет христианам, объяснял первым христианам, что такое литургия, что такое Евхаристия. Вот эти две части. Библия, читание Библии, молитва и Евхаристия, проломление хлеба. И потом Иисус исчезает. Почему исчезает? Потому что Он уже остается с ними именно в Евхаристии. Он уже теперь другим способом будет с ними. И где мы можем сегодня встретить Иисуса? Во-первых, мы Иисуса встречаем в церкви. Это не здание. Церковь – это община, которая создалась на основе того, что Иисус винно умер и воскрес. Во-первых, мы встречаем Иисуса в церкви, когда мы в церкви. Что это значит церковь? Это, прежде всего, таинство. Таинство крещения. Священники – у них тоже таинство священства, что они нам служат. Евхаристия – исповедь. Вот это таинство, через которое Иисус приходит к нам. Потом, где еще Иисус приходит к нам? Иисус приходит к нам в Библии, когда мы читаем и молимся с Библией. Вот так, как здесь. Он пришел к ним тогда, начало сердце гореть, когда Он и объяснял Библию. Потом, где еще? Иисус говорит, что там, где двоих или троих вместе молятся, там и я вместе с ними. Когда мы молимся вместе, там тоже присутствует Иисус. Где еще? Когда мы обращаемся к бедным, нищим, оставленным, больным, бомжам, вот в них живет Иисус. Иисус говорит, помните, страшный суд как будет выглядеть. Иисус не будет спрашивать, кто был католиком, кто мусульманином, а говорит, когда я был голодный, вы меня накормили, когда я был голый, вы меня одели, когда я был одинокий, вы пришли ко мне. Значит все, Иисус живет в этих бедных людях. Когда мы начинаем этим бедным людям помогать, мы там встречаем Христа в этих бедных людях. И также Иисус говорит, что принял одного из этих малых, принял меня. Иисус живет тоже в детях. Вот потом еще где? В молитве. Когда мы молимся, обращаемся к Богу, там тоже мы можем встретить Иисуса. Вот это то место, где мы сегодня слушаем Иисуса. Церковь, молитва, Библия, бедные, таинства. И этот путь принять, что такое воскресенье, это путь. Это не так сразу приходит. Это для каждого какая-то дорога. Потому что Иисус тоже присутствует в нашей жизни, в событиях нашей жизни. Если только мы умеем через молитву с Библией посмотреть на эти события в нашей жизни, иногда очень тяжелые, непонятные, вот в свете веры. Это тоже непросто, но это возможно. Когда мы приходим в церковь, слушаем проповедь, слушаем, читаем Библию, и начинаем понимать, что определенные события, что история нашей жизни означала, что Бог хочет через это нам сказать. Вот это такие подсказки, как можно молиться с этим отрывком Евангелия. И потом еще посмотрите, что эти два ученика делают, когда Иисус исчез, когда они уже с ним встретились, когда он им объяснил Писание. Что они делают? Они обратно возвращаются в Иерусалим, где были эти страшные события. Они уже этого не боятся. Эти страшные события, которые они пережили, уже имеют для них другие значения. Это для них радость, источник радости. Они идут благоветствовать. А в своей встрече с Христом они сразу идут рассказывать другим людям. Потому что благоветствование – это не какой-то приказ, это не какая-то обязанность оживая. Это радость, когда мы радуемся и делимся той радостью, которую мы пережили. Когда мы передаем другим людям то, что мы сами уже получили. И вот советую вам, чтобы именно взять это отрывок Писания и попробовать саму прочитать это и помолиться, когда время будет. И помочь в этом вот эти два текста, пособия, которые были размещены на WhatsApp и на нашем сайте церковной. Продолжение следует...